Санта-Сусана 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 В Федерации там очень сильно занимаются с бикинистками. В Эстонии что-то подобное, может быть, тоже происходит? Скажем, у нас есть другого плана проекта, не конкретно на бикини фитнес, а мы стараемся привлекать молодых, юных спортсменов. И у нас есть специальные соревнования, которые проводятся на базе одного из спортклубов, который очень поддерживает молодежный спорт. Его можно назвать? Его можно назвать Реваль Спорт Клуб. Это с удовольствием мы озвучим, то есть мы всегда рады поддержать тех, кто поддерживает. Реваль – это было название города Таллина до какого-то там века. Ревель, нет? Реваль, ну, сейчас он звучит так, может быть... Не буду спорить. Абсолютно. Любая категория, то есть бодибилдинг, классический, бикини, бодибитнес. Кто выступает первый раз? Вот для них соревнования, они так и называются. Те, кто будет выступать первый раз. Новичок. Новичок, да. Потому что, наверное, очень страшно выходить сразу на чемпионат Эстонии. Очень страшно на какие-то крупные соревнования международные выезжать первый раз. А тут как бы такие они клубные, они очень такие домашние. Это большая всегда группа поддержки и с удовольствием принимает участие. Вот этой весной было около 50 тысяч. Прекрасно. Скажи, пожалуйста, весенний сезон 2014 года в Эстонской Федерации с чего начался и чем будет заканчиваться? Эстония входит в Федерацию северных стран. Если вы знаете, это отдельная такая группа северной Европы. Я-то лично знаю. Вот. А вот для слушателей будет интересно. Туда входят Исландия, Швеция, Норвегия, Финляндия, Эстония. А Дания? И Дания. Вот. Все верно. Шесть стран. И очень, скажем, эти страны между собой могут приезжать на внутренние, если это открытые чемпионаты. Вот этот старт начался с... А, Лоуд Кап, если вы знаете, очень известный. Естественно, знаем Оля Белякова, победительница этого замечательного турнира, прекрасно организованного. Всей страной поздравляем Олю, молодец. И вот с этого и начался сезон. С Лоуд Кап. И потом был открытый чемпионат Швеции. Что характерно, там тоже есть призовые фонды. Призовые фонды имеют место быть. Люди передвигаются. Я так понимаю, это получается, как бы, даже не знаю, как эту группу назвать. Северные страны, скандинавские страны, прибалтийские страны. И, как бы, развитие ты сама ощущаешь какое-то? Количество участников, величина зала, в котором проходятся мероприятия, призовой фонд. Да, да. С каждым годом участников становится больше. И, наверное, это благодаря таким категориям, как бикини, фитнес и макфизик. И скоро, я думаю, что нам придется менять зал. Мы уже не помещаемся в том, на котором мы постоянно это проводим. Мы будем, наверное... Что дальше? Что дальше было после Швеции, после Дании? Чемпионат был. А, между ними был как раз турнир Lady World Cup. Так. Куда мы... Где мы встречались. Где мы встречались в недавнем времени. В это же время проходил вот у нас этот ревальник спортклуб. Тоже кубок него для тех, кто выступает первый раз. И очень много участников, ну, практически все пошли на продолжение сезона. Следующий был чемпионат Эстонии. После него через неделю уже, наверное, всем известный Балти-матч, где принимают три страны. Литва, Латвия и Эстония. Сколько от Эстонии было участников, Наташа? Дело в том, что в этом контексте соревнований договорено так, что два сильнейших представителя одной категории выходят в категорию общую. Да, поэтому бикини, две лучшие идут в категорию. Там, ну, две категории бикини было, да? Культуризм то же самое. То есть вы повышаете таким способом статусность, чтобы это сказать, стояли именно достойные, самые лучшие, самые красивые, самые эстетические, самые пропорциональные. То есть как бы соревнования Балти-матч проходят сразу в финальном формате. Шесть человек в категории. От каждой страны по два участника. Кто победил-то в этот раз? Буквально в пять очков Литва. Литва, да? То есть литовцы сделали всех? Да. А в прошлом году, если не припомнишь? Припомню. У них кубок и остался тоже Литва. Тоже Литва. Но два раза до этого побеждала Эстония. Когда выступала я. А, понятно. То есть ты сейчас пока на отдыхе, поэтому те самые пять очков, которые не хватало для того, чтобы литовцев победить, они уходили как раз в Вильнюс, туда к ним. Так получается? Это верно, да. Сколько сейчас приехала сборная Эстонии на чемпионат Европы объединенной? На чемпионат Европы приехало 18 участников. Первый раз. Такая действительно большая команда истории. Кто руководит всей этой командой? Кто-то, сказать, является душой? Кто является организатором всей этой многочисленной команды? Я думаю, что я являюсь организатором и душой женской части этой команды. И От Кивикас является организатором мужской части. Тот самый От Кивикас. Пожелание порталу Ислам. Тем, кто его смотрит, тем, кто его читает. Я вам желаю только сил, терпения продолжать ваше дело, потому что вы очень популярны и, могу сказать за Эстонию, любые международные соревнования, какие бы ни проходили, сразу мы ищем новости, какие-то статьи, фотографии, видео на вашем сайте. Спасибо, Наташенька. Целую, люблю, обнимаю. До новых встреч в эфире. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok